Я всю жизнь пользовался только виндовыми машинами. У меня были и стационарные компы, и ноутбуки. И я купил свой первый макбук на M1 Pro в конце августа этого года для работы над музыкой. Зачем? Я живу в Самаре, но уже немножко востребован как студийный звукорежиссёр. И раз в пару месяцев катаюсь в Москву на разные студии, чтобы там сводить, записывать или делать мастеринг. Мне нужна компактная и мощная машина, чтобы я мог брать её с собой и работать где угодно. В том числе и в студии это должен быть полноценный комп для работы, желательно без компромиссов. Да, на эту роль легко можно найти любую виндовую машину, тем более когда бюджет в 200 тысяч. Но все мои коллеги работают на маке. Вообще все звукорежиссёры, на кого я равняюсь, кого я знаю, у кого я учусь, все они убеждённые маководы и ни одного виндовода. Почему-то это так. Почему? Повесим пока это чеховское ружьё на стену и перейдём к тому, что у меня за MacBook. У меня MacBook Pro 16 дюймов на M1 Pro на 16 гигабайт оперативки и 1 терабайт жёсткого диска. То есть у меня чуть лучше, чем самая нищая комплектация 16. Если вы работаете с музыкой и не работаете с графикой, то покупать на M1 Max чипе нет никакого смысла. Ведь разница с M1 только в количестве графических ядер. Да и на практике, как казалось мне, для сведения и мастинга не нужно больше 16 гигабайт оперативки. И вот, если вы себе ищете рабочий инструмент и думаете, а сколько съедает программа аудиоредактор? Аудиоредактор, ну, в простонародье DOE, Digital Audio Workstation, с кучей плагинов, автоматизацией и большим количеством дороже. Ответ. Не более 1,5 гигов оперативной памяти. У меня обычно в проекте занято мегабайт 800 до 1,5 гигов. Поэтому 32 не нужно, если вы только сводите. Если вы ещё и пишете музыку, используете тяжеловесные библиотеки контакта с оркестровыми звуками, кучу синтезаторов и сэмплеров, то боюсь, что 16 гигов может и не хватить. Но мне же только сводить и мастерить. И мне хватает мощности с головой. И я совсем не жалею, что сэкономил почти 80 тысяч и не взял на 32 гигабайта. Раньше была именно такой. До этого у меня была виндовая машина на процессоре Intel i7-8700K и 16 гигабайт оперативки. Вот здесь у меня он стоит. И если честно, то как будто бы вот этот вот комп довольно близок к мощностям с моим новым ноутбуком. Когда я переносил старые проекты и открывал старые работы, то по ощущениям вычислительные мощности примерно равны. Но есть парочка заковыристых но. Reaper! Я работаю в такой программе, как Reaper. На неё переходят всё больше звукорежиссёров и музыкантов и аранжировщиков, потому что её главный плюс, как её главный минус, это то, что Reaper очень гибкий, настраиваемый, и в нём можно сделать вообще всё, что угодно. Если вы готовы потратить пару недель на формирование тимплейта и постоянно учиться, осваивать и открывать для себя что-то новое, это прям ваше. Ну, ещё он страшненький, но я люблю не за внешность, а за душу. Так вот, Reaper отлично оптимизирован и превосходно написан. Протуз бы жрал заметно больше ресурсов. В целом я легко перешёл за месяц, переучился переключать язык, ведь на русском не работают хотки, это так удобно, Apple, и нажимать на Коммунт вместо Контрола. Но иногда в горячих клавишах Reaper потупливаю крепко. Но! Reaper работает не так стабильно, как на Винде. За 7 лет, что я сижу на Reaper, на Винде он откисал у меня раза 2 или 3 всего. Но на Маке за 2 месяца уже откисал тоже 2 или 3 раза. Это странно. Приходилось писать к коллеге, Валере Бадьянову, с которым уходил у меня подкаст на канале. Вот, кстати, вот есть подсказочка. Писал я ему, потому что он преподаёт Reaper в Moscow Music School. Так вот, я просто писал ему, мол... Валера, настало твоё время. Валера, ничего не работает, что случилось? Reaper просто не рендерит аудио. А он мне говорил... Да, у нас тоже так бывает. Перезагрузи, это же Мак, попробуй. Если бы может, перезагрузи ещё 2 раза. Что? Что? What the fuck is this? Давайте я скажу мягко и без мата. Я обескуражен. Так бывает, это что? На Винде такого за 7 лет ни разу не было. А тут на третьей неделе использования. Так как Валера мне помогает, оставлю на него ссылку в описании в благодарность. И ещё, у меня тут рабочий стол. Это не рабочий стол, как на Винде, но ещё и iCloud. Когда место закономерно кончилось на iCloud, он стал ругаться, мол, купи больше места в облачном хранилище. И, чтобы он не ругался, я iCloud отключил в настройках, чтобы не парил голову. И вместе с ним у меня стёрлось всё, что было на рабочем столе. А там у меня были проекты, которые я сводил последние несколько дней. Благо, при включении iCloud обратно всё вернулось. Но седых волос прибавилось, конечно. Я охерел просто. Я немного ссал переходить на макбук и написал Илье Лукашеву, вам небезызвестному, потому что знал, что у него шнашка такая, как у меня вот сейчас, и спросил, как ему работает. И он мне ответил одним ёмким русским словом. В целом, он был крайне доволен. Ну, раз ему хватает мощностей и всё классно, то и мне сгодится, подумал я. Кстати, Илья не просил, но я при каждом удобном случае рассказываю, что у него совершенно потрясающие образовательные интенсивы по звукорежиссуре есть. Я все прошёл ещё давно, это крепко меня прокачало как специалиста. Лучший курс по вокалу вообще, без шуток, просто лучший. Отличные курсы по пространству и работе с ритм-секцией. И сейчас Илья готовит интенсив для музыкантов, чтобы музыканты могли прокачаться в сведении и делали свои работы лучше. Старт намечен на ноябрь-декабрь и пишите ему в одну экстремистскую запрещенную социальную сеть или оставлю ссылку на его группу ВКонтакте и сайт, где можно посмотреть, что это за интенсивы такие. Там можете узнать и подробности. Если напишите, что вы от Сани Радиотехника, мне будет приятно. Воспринимайте это не как рекламу, а как личную рекомендацию. Это шилья. Но на самом деле я перешёл на Mac и ещё вот почему. У меня аудиоинтерфейс Antilop Audio, Orion Studio, Synergy Core. Стоит он примерно 250 тысяч. И просто омерзительно работает с моей виндовой машиной. Просто фу, у меня слов приличных нет, чтобы описать эту нестабильность, мать её. И у меня было два пути. Или попробовать заменить мою Antilop'у на Apollo X8P, который стоит дороже и сложнее купить в РФ. Или перейти на Mac, потому что мои коллеги говорили, что Antilop'а постабильнее немного на Mac'е, по Thunderbolt'у работает. Да, у меня на компе ещё и Thunderbolt'а не было. Только православная USB. И вот я перешёл, и ни одного вылета, ни одной проблемы с Antilop'ой, она летает и не делает мозги. Просто идеально. Так что всё, прошло великолепно. И если вы смотрели мой обзор на Antilop'у, где я говорил про стабильность и всякие вещи, можете выкинуть их, если вы на Mac'е по Thunderbolt'у подключаетесь. Но Windows не про Antilop'у, а про Mac. Хотя там есть свои приколы, я о ней как-нибудь расскажу, там кеков тоже хватает. Но хотя бы стабильно стало, уже хорошо. Так что, если вы Windows-пользователь, я бы на вашем месте подумал, а оно вам вообще надо? Если вы уже маковод, то вам ещё и объяснять уже не нужно. Мощности хватает для работы. Всё ок. Особенно не страдаю. Кулеры включались раза три всего в очень сложных и тяжёлых проектах и на рендере. Обычно ноут чуть тёплый, и всё. Работой не хочу. Был забавный и показательный момент, когда мы сидели в гостиничном номере с двумя моими коллегами, у них у обоих MacBook'и Pro на Intel'е, самые лютые и навороченные перед переходом на M1 которые, и спустя пять минут работы их ноуты начинали буквально взлетать и издавать шум очень существенный. А мой чуть тёплый, хотя мы все открыли протуз и ковыряем его. Был занимательно. Единственное, что пришлось купить, это очень много плагинов. И когда я потратил 100 тысяч на плагины и понял, что купил только вот самое необходимое, и ещё не всё, я понял, что крепко приплыл. Но, вопреки здравому смыслу, решил начать на новом компе новую жизнь с чистого листа и ставить на свой ноут только лицензионный софт и всё покупать. В этот самый момент, когда стало всё сложнее купить, раз в 10. Да. Это никак не связано с темой ролика, просто решил похвастаться и спросить, а будет ли вам интересно посмотреть занудный ролик про любимые мои плагины, без которых жить не могу. Настолько не могу, что потратил уже больше сотки. Хотя, до MacBook у меня было, ну, некоторое количество купленных плагинов, например, пакет Waves. Да, я тот, кто его купил и жёстко пожалел, потому что компания Waves хочет 156 долларов, чтобы обновить меня на новую версию своей системы, чтобы уже купленные мною раньше плагины начали работать на процессоре M1. Прикиньте! И я заплатил! Прикиньте! Бабки, бабки, сука, бабки! Но об этом потенциальном ролике про плагины, где их можно купить подешевле, если напишите много комментов и об этом попросите. Такие дела. Да, смотрите, это, конечно, безумно удобно, что можно так вот бесшовно перетаскивать, но, опа, вот он, видите, подлагал. А вот теперь всё не лагает. Но стоит мне его отпустить, взяться, и опять вот он... И ать! А то он меня снова подлагал. Короче говоря, да, вот все перемещения между экранами слегка подлагивает он. То есть вот я, допустим, сейчас вот здесь что-то подделал, у меня на самом деле находится Reaper на двух экранах. То есть у меня здесь находится проект, здесь находится микшер. И если я вот сейчас нажму на верхний, потом риск нажму на ни... Кстати, вот сейчас бесшовно всё. Да, вот так бывает не всегда, на самом деле. Я не знаю, от чего это зависит, но время от времени он... Ну, как будто что-то у него прям такие вот... То есть он думает секунду примерно, прежде чем переключиться с экрана на экран. Такие вот странные дела. И чтобы далеко не ходить, вас наверняка интересует, какие плагины работают нативно на M1, какие запускаются из-под розетты. А что не работает вообще? Так вот, единственный плагин, которым я пользуюсь постоянно и который запускается из-под розетты, это Antares AutoTune в версии VST3. Если его включить как аудио-юнит, то он работает нативно, что прелестно. Но проблем и бед никаких не испытывал. Даже если бывают плагины, что работают из-под розетты, никакого замедления или там чего-то ещё, я, если честно, и не видел. Даже плагины от акустика аудио работают нативно, что радует. Короче, сегодня это не проблема, если вы не пользуетесь редкими или старыми плагинами. А чё это я на самом деле? Давайте я просто спрошу у вас, какие вопросы есть к макбуку. Задам вопрос в свой Телеграм, вы то, что там можете подписаться, там много интересного. Го-го читать. Где взять столько денег? Хороший вопрос. Всё элементарно. Надо работать без выходных, не иметь детей и все деньги тратить на студию и новые железки. Приветствую. Хотелось бы узнать, от чего из общего пола плагинов пришлось отказаться в силу отсутствия поддержки на M1? Да, короче, у Лексикона есть плагин, который называется LXP. Они не поддерживаются современными версиями macOS, насколько я понимаю. Но это не связано с M1, насколько я понимаю. И был Camel Crusher, такой приятный бит-крашер, у меня он не работает. Но я заменил его на бесплатный, называется Kodak. Это всё. Где взять ломанный SUS2? И туда же. Что делать со SPIF? Есть вопрос с голосовым. Где спрашивают про Waves ломанные, SoundToy сломанные и FabFilter ломанные? Да, отличный вопрос. Так, я хочу снять об этом ролик, о котором я уже говорил выше, и отвечу там развернуто, где что можно взять дешевле, на какие рассылки лучше подписаться и за какими каналами следить, которые обновляют скидки, но купить всё можно недорого. Waves ломанные есть, насколько я понимаю. И FabFilter, наверное, тоже, но если вы на Fertull Z, то придётся их покупать. SUS и SPIF придётся купить. Лично я так и сделал. SoundToyce придётся купить, сломанных нет. Я так и сделал. И в целом, будьте готовы, что очень много всего не сломано. Автотюн придётся купить. Я вот купил Elevate Limiter, и вот планирую ещё купить Invisible Limiter. Без них тяжеловато. Акустику Аудио придётся умер купить. Планирую купить плагины Куш Аудио. Без них мне тоже непросто. Ещё и Revoice Pro придётся купить. Он 400 баксов. Падла такая стоит. Короче, по ощущениям, много чего нет сломанного, но я не хочу принуждать к пиратству или агитировать воровать плагины. Это нехорошо. Я поделюсь ссылкой в описании на большой список бесплатных плагинов, которыми пользуюсь сам. Будет ссылка в описании, ещё раз вам скажу. Покапошившись там, очень много всего полезного и крутого вы сможете найти и перекроете 98% ваших потребностей этими бесплатными плагинами. И ничего ни у кого не нужно воровать. Жулик не воруй! Кстати, под тем обсуждением с плагинами ребята подсказали, что можно купить плагины от OEC Sound, которые СУС и Спив в рассрочку по 10 баксов в месяц. Называется Rent to Own. Я вот не знал, если у вас есть вопросы, велкам ко мне в тележку, вот в эти ответы. Ребята, я думаю, вам там подскажут. Они у меня отзывчивые и приятные. Если задержка в звуке поверх сэмплов, если работать под розетой? Если я верно понял вопрос, то нет, её нету. Где брать плагины под M1? Да почти все плагины и даже рабочие станции уже под M1 адаптированы. А те, что не адаптированы, их адаптируют в ближайшее время. Да, Avid? Очень интересно, как на новом чипсете работают старые устройства, особенно звуковые карты на USB 2.0. Вообще, в теории должны, если дрова обновлялись относительно недавно, но я не проверял. Если уж слишком старые устройства, то, скорее всего, нет. Но это дело не в M1, а просто в обновлениях в macOS оно такое. Поделись, пожалуйста, своим темплейтом под Mac. О, будет пятый ролик про сведение, а он будет, ребята. Просто съёмки съехали и стало непросто. Но мы в работе. Мы снимаем. Как с ним? Сразу и выложу. Не было желания пересесть на Logic? Пробовал на нём работать? Нет. Привет, расскажи, в чём преимущество Mac перед Windows именно для работы со звуком. Кроме очевидного, что Mac и M1. И расскажи, за сколько приобрёл и где покупал. Спасибо. Слушайте, преимущества никакого нет. Я беседовал с разными людьми, которые мне доказывали, что Mac более музыкальный, и там другая математика, и драйвера влияют на звук, и нет ASIO. Но я считаю, что это какой-то буллщит. Разницы нет. Купил на горбушке в Москве за 180 тысяч рублей. Сейчас можно такое же купить за 160-170, если хорошенько поискать. За сколько обошлось все плагины, которые я докупил для MacBook? Ну, пока что больше сотки. Но у меня есть список всего, что мне нужно, и там плагинов на 250 тысяч. Но я уже что-то купил по акции, что-то перекупил на Авито, и уже купил оттуда, ну, две трети примерно. В чём преимущества по сравнению со стационаром за 80 тысяч, кроме мобильности? Да, я не знаю. За 80 кам, я думаю, можно сегодня собрать довольно приличную виндовую машину. Если вам не нужна мобильность, то я бы брал стационар как будто бы. Если резюмировать, то MacBook радует. Он производительный, холодный и удобный в использовании. Даже для меня, для человека, который покалечен виндой с детства. Мне ок, перестраиваюсь. Сводить хватает AM1 Pro на 16 гигов. Если вам ещё и писать, то есть, то есть смысл подумать над 32 гигами оперативки. Обычно обзорщики на ютубе говорят про вес, про экран, про клавиатуру, но мне сказать, если честно, нечего. Всё нормально. Экран классный, всё видно. Клава норм, перестроился быстро. Вырез чёлки вот этот вот вообще не смущает. Даже не замечаю её, не знаю, для кого это какая-то проблема. А по поводу того, почему все звукорежиссёры на Mac сидят, я спросил у всех мной уважаемых звукорежиссёров, и все ответили почти одинаково, что просто начинали свой путь с больших студий. Они приходили туда студентами, и там уже стояли маки, потому что это стандарт индустрии. И они работали и учились на маках. А когда пришла пора становиться большими и классными, у них не было раздумий, что брать. Получается, что нет никакого специального умысла. Просто деды так делали, отцы так делали, и вот я так делаю. Такие дела. Я не говорю, что лучше, просто я сделаю для себя выбор. Мне удобно, мне нравятся там экосистемы, в принципе, в Apple. Есть вещи, которые они делают глупые, есть вещи, которые они делают умные. Мне нравится удобство, и то, что всё как бы всё работает всегда практически. Вот. Но, возвращаясь к звуку, это никак не влияет на звук. Работает у вас протуз на Windows, или он работает на macOS, никакой разницы нет. Это просто миф. Мне кажется, что это связано немножко и с нашим частично восточным таким менталитетом, что многие пытаются всегда показать своё преимущество какой-то конкурентной. Вот я купил там, не знаю, протуз HDX, потратил 10 тысяч долларов. И, ну, естественно, что я говорю всем? Протуз звучит лучше. Чтобы люди, типа, шли ко мне и думали, что звучит лучше. На самом деле он не звучит лучше. Он никак не звучит так же, как и Ripper, так же, как и Ableton. Неважно. Звучат ручки и ушки. Вот. А, ну, и удобство работы специалиста тоже звучит. А рабочая станция, на какой она операционной системе, это никак не влияет. Короче, я пока слежу за ноутом, ищу новые приколы, но рекомендовать могу. Одобряю, ставлю классы. Чтобы вы понимали, насколько сильное влияние на меня оказал MacBook, я даже первый iPhone в жизни себе купил. Вот, только сегодня забрал. Саня не даст соврать. Да? Сегодня забрал? Да. Вот, 14 Pro, мать ему за ногу. Настолько мне MacBook понравился, что я сдался. А ведь я был убеждённым Android-пользователем. Но попробуем iPhone. Вдруг так же хорошо? Растягивать это видео не вижу смысла. Всё рассказал. Если задумались над покупкой Mac'а для работы с музыкой, вот вам ещё одно мнение на подумать от меня. А пока думаете, можете подписаться на мой телеграм-канал. Там уйма интересного. И ВК ещё есть, не забывайте. И вот бегут по экрану волшебные, золотые мои и долгожданные бусти-подписчики. Почему они долгожданные? Не знаю почему. Просто волшебные, замечательные бусти-подписчики бегут сейчас по экрану. Ребята, спасибо вам огромное. В том числе благодаря вам возможны эти видео. Если вдруг вам, дорогие мои зрители, интересно узнать, что же там такого лежит на бусти, можете туда перейти, посмотреть одним глазком. И, может быть, даже подписаться за 100 рублей в месяц всего лишь на меня. И у меня будет чуть больше денег для того, чтобы эти ролики делать. Это всё, ребята, это всё не бесплатно и не дёшево, мягко говоря. Вот, наверное, на этом мы и будем потихонечку на сегодня сворачиваться. Спасибо за внимание. Надеюсь, я ответил на вопросы по поводу MacBook'а на M1. Не забудьте глянуть вот эти два ролика. Адью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!